Дорогие друзья, ребята, это я понимаю. Ну как, вам нравится? Отлично. Кто-нибудь видел выставку фестиваля комиссия? Отлично. И, конечно, вы хотите узнать, что же мы подарим и кому, да? А, вам не интересно. Отлично. Да. Аплодируем фестивалю комиссия. На этой сцене стоят два совершенно необузданных человека. Это я, невменяемый Чедрик и Катарина. Призы, которые мы вручим сегодня или вручим нашим победителям фестиваля, то есть, как я, нет, наверное, ничего не говорил, но сейчас скажу. Это призы финальные. То есть, вы знаете, у нас была весенняя часть комиссии, были призы. Призы к художникам. Да, сейчас мы устраиваем наш финал и вручаем призы к художникам. И Катарина объявит сейчас номинации. Огромное спасибо Ваком, Кирме Ваком, которая здесь присутствует на фестивале. Вы, наверное, успели потестировать их замечательный планшет. Тестировали? Да. Отлично. Да, да, замечательно. Вас ждет интересный, интересный сюрприз от Ваком. Еще оно это будет дальше. А сейчас я передаю слово Катарине. И Катарина объявляет тоже эти самые наши такие крутые победители. А да, прежде чем Катарина начнет рассказывать о самом интересном, я должен сказать, что в следующем году, в мае, с первого по 12 число, с первого по 12 мая, фестиваль комиссия будет здесь, на Art Play. Весь этот зал, в котором мы с вами находимся, весь этот балкон, вся эта улица и зал, который сегодня был заперт, он сам в конце зала этого входа. Все это будет фестиваль комиссия. Плюс еще несколько удивительных площадок в городе, поэтому вы получите незабываемое удовольствие. Мы везем звезд. Одну звезду вы видели уже на Комик-коне, Дэвид Ллойд. Да, у нас были, конечно, некоторые сложности, но первый раз Комик-кон, вы понимаете. Другую звезду вы видели сегодня, это Джеймс О'Барр. Джеймс О'Барр! А в следующем году мы везем нечто феноменальное. Нет, ну, конечно, я видел Стэн Али на расстоянии 5 метров. Это был максимум, который мне позволили агенты. Не говорите про Стэн Али, пожалуйста. Итак, друзья, следующий фестиваль будет просто супер, так что следите за информацией. А теперь церемония награждения фестиваля Комиссия! Для тех, кто первый раз слышит о том, что у нас какие-то призы для художников, это ежегодный конкурс комиксов, манга и стрипов на сайте комиссия.ру. Любой любитель, профессионал, неважно кто, может нарисовать свою историю и представить на этот конкурс с надеждой получить вот такой вот планшет. Вот это наш главный приз в категории Комикса. А сейчас мы скажем, кто его получит. Этот планшет им, кто с боком такого размера, М-ка. Я хотел бы перехватить инициативу в свои руки и сказать, что вы знаете, каждый год на нашем фестивале творятся невероятные вещи. Например, в прошлом году фестиваль проходил в библиотеке для молодежи и позапрошлом тоже, весенний. А теперь мы возвращаемся к прежним замечательным форматам. И мы ожидаем, что... Ну, погоди, я понимаю, что все хотят узнать, кто там получит планшет. Пойдемте на время, чтобы подразнить. Да, это замечательно. Ну вот, избила меня, в смысле. Говори теперь. Ну, окей. Далее, в категориях Манго и Стрип у нас вот такой приз поменьше. Это планшет маленький, S, но тоже ваком индоз. Начнем, кстати, вот с этих категорий. Лучший стрип в этом году у нас довольно известный уже художник получает эту награду. Он здесь отсутствует, я сразу вижу, поэтому все могут выдохнуть. Это Жека Сыр с комиксами про кошек и мышек. Вот. Так что, поаплодируем отсутствующему Жеке. Вот. А самое интересное, в номинации Манго побеждает комикс Якутия. Лопаем, лопаем, якутия. Все автором, который также является Жека Сыр. И второй автор это Богдан. Но они сегодня отсутствуют, поэтому их призы мы передадим как-нибудь в другой раз. Мы передадим их по почте. Удивительно, конечно, получается, что Жека и Богдан, люди, которые так или иначе связаны с издательством Бабл, получают призы на нашем фестивале. Это совершенно неожиданность для меня лично. Ну, что ж, хорошо? Ну, Жека не рисует на Бабл. Он делает более страшные вещи, он подумает сценарий. Ну, а как в качестве хобби он получает призы на комиссии. Для души. Но самая главная интрига, кто же получит самый главный приз, мы, честно говоря, не ожидали. Совершенно не ожидали, что будет имена этот победитель. Но награда нашла своего героя. Это комикс... Он где? А? Герой где? Я не знаю, я, наверное, не узнаю, как личный герой. Так что, может быть, он здесь, может быть, нет. Это первый раз, когда у нас получают приз комикс из категории 18+. Кстати говоря, в следующем году мы сделаем целый отдельный зал, посвященный категории 18+. Комиксы... Сход по паспорту. Да, там будет поиск контроль, будут стоять такие чувачки на входе. Так что, если вы помните, это теория Большого взрыва, да, где там сложно попасть на комиксные мероприятия, мы вам это устроим. Да, так что же, кто же 18+. Итак, победитель Питон с комиксом Хволь. Питон здесь, нет? Здесь Питон. Я не вижу Питона, и слава Богу. Ну да, если... Ну да, потому что если здесь будет Питон, то... Да. Мы испугаемся. Мы испугаемся Питона, да. Итак, друзья... Нам придется передать этот приз ему как-то еще. Да, мы сделаем это на днях. Итак, друзья, фестиваль Комиссия завершил свою работу в этом году. Конкурс будет открыт на следующий сезон уже очень скоро. И я надеюсь, что баталия развернется отчаянно. Потому что призы в следующем году ожидаются просто фантастические. Дерзайте, включайтесь в игру, работайте, становитесь крутыми комиксистами. И ура! Фестиваль Комиссия продолжается! Спасибо! Ну а теперь мы передаем слово... Кому бы его передать? Мы передаем слово организаторам, да. Друзья, спасибо еще раз. Фестиваль Комиссия! КОНЕЦ! 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 Продолжение следует...